Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Уже осенью ожидается пуск первой очереди экотехнопарка Skyway, поэтому на стройплощадке, несмотря на непогоду, свалившуюся на наши головы в июбре, не прекращаются строительные работы ни днем, ни ночью, ни в выходные дни. Причем проходят они под непосредственным руководством отца-основателя прорывных транспортных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня 11 июня, суббота, мы находимся в экотехнопарке. Работа идет полным ходом, хотя в выходной день прошел дождь, холодно, ветер дует, даже с градом где-то, да? А работа идет полным ходом. Строится вторая анкранная опора, идет заливка уже, дело опоры, фундамент залит, мы уже поднимаемся вверх, скоро выйдем уже на поверхность земли. Отрыты котлованы под фундаменты промежуточных опор легкой транспортной системы, где будут ходить легкие юнибусы и городские юнибайки, в первую очередь юнибайки. И сейчас идет подготовка уже под фундаменты, заливается бетон вот под эти опоры. Мы сегодня планируем залить 7 миксеров под фундамент анкранной опоры и один миксер вот под подготовку фундаментов под легкую опору. Мы стоим сейчас во второй анкранной опоры, она у меня за спиной, городской трассы, которая потом будет продолжением высокоскоростной трассы. Она придет туда на 15 километров. Вторая анкранная опора, это видно визуально, отличается от первой, потому что на первой опоре будет еще музей SkyWay и две станции, станции городского SkyWay и высокоскоростного. Вот эта опора, которая у меня за спиной, которая сейчас строится, она будет транзитная, через нее транспорт будет приезжать, но там будет возможность еще и остановки. И поскольку она выполняет функции только опоры, поэтому она более компактная и более дешевая, чем первая анкранная опора. При этом мы здесь тоже применяем свои инновации, ноу-хау, в частности здесь тоже частично вместо бетона будет грунт. Вот если посмотреть на арматуру, то видно, что в центральной части будет пустота потом. И в этой пустоте мы разместим грунт около 300 кубических метров, весом более 400 тонн. И этот грунт пригрузит опору, поэтому мы удешевим, и меньше бетона потребуется для строительства, ну, примерно 200-300 кубов, стоимостью, ну, более 100 тысяч долларов. То есть мы экономим за счет грунта. При этом мы опять сделаем вентикальное зеленение, в теле опоры будут отверстия, где мы посадим вьющиеся растения. И поэтому опора будет зеленая. Ну, у меня за спиной эскаватор роет котлован под очередную опору промежуточную легкой трассы, по которой будут ездить наши легкие юнибусы с скоростью до 120 км в час. Это городская трасса для юнибайков. Но мы решили все-таки построить два в одном. И хотя юнибайки будут иметь вес до 800 кг, это только местный юнибайк, то мы спроектировали трассу, и сейчас ее строим, чтобы мог проезжать более тяжелый подвижной состав до 3,5-4 тонн. То есть фактически по этой трассе может проехать и полноценный городской юнибус. Поэтому опоры этой трассы будут несколько, ну, более мощные, чем могли бы быть. И фундаменты более мощные, потому что мы хотим отработать на этой трассе не только юнибайки, но еще и городской подвижной состав. За моей спиной котлован для первой анкерной опоры для легкой городской трассы, где с одной стороны пройдет трасса на высоте небольшой, несколько метров, с пролетами 40 метров, а с другой стороны эта же трасса вернется уже на большой высоте двумя пролетами. Первый пролет будет 200 метров, потом 400 метров, потом 200 метров. И здесь будет анкерная опора концевая с этой стороны и другая в 800 метрах с другой стороны. Как видно, здесь котлован другой, потому что другая трасса и другая конструкция анкерной опоры. И хотя здесь расчетные усилия тоже немаленькие, порядка 250 тонн, ингредиентарные усилия сверят на все раз в 100 лет. Когда будет сильный мороз, то вот такое усилие будет на эту анкерную опору. Но здесь другая конструкция, здесь нет станции, нет вокзала, поэтому анкерную опоры будут компактные, фундамент тоже будет компактный. А тело опоры будет не из-за бетона, а стальная конструкция. И мы здесь покажем, что анкерную опору можно смонтировать за одни сутки. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defixsystems.com, поддерживайте наш проект и прислушивайтесь к тому, что говорит Анатолий Эдуардович. Строй SkyWay, спасай планету!